Как понять, что ты готов к переменам в жизни, но хочу сегодня поговорить как раз о тех составляющих, которые и заставляют нас меняться. Ведь по сути мы все время хотим изменить жизнь, мы хотим изменить других людей, мы хотим изменить что-то, но при этом забываем о том, что любые изменения начинаются с нас, и что на самом деле наша жизнь начинает меняться лишь тогда, когда начинаем меняться мы. Это всегда так неудобно, всегда очень хочется, чтобы он стал другим, чтобы они вели себя по-другому, почему они не понимают, почему они со мной это делают. Мы так привыкли с самого начала, с самого нашего детства, с тех разговоров, подслушанных от родителей, от того, в каком обществе мы живем, мы всегда знаем, что вот они, даже в новостях мы всегда ждем, когда они первые прекратят огонь, они начнут что-то делать и так далее, и так далее, и так далее. Как человек, который занимается осознанным мышлением, как человек, который изучает связь нашего мышления с нашей реальностью, могу сказать вам одно, что все начинается с нашей головы, все находится именно здесь, и, как я люблю называть наш мозг, это пульт управления от нашей реальности. И я сегодня хочу об этом поговорить под разными ключами и, собственно, начать с того, почему мы хотим изменить свою жизнь. Зачем нам менять свою жизнь? Ну вот, когда мы... Прошу прощения, мой голос еще не совсем здоров, но он выздоравливает. Когда мы, например, покупаем классную машину, ту, которую мы хотели, или квартиру, которую мы хотели, или платье, которое мы хотели, разве мы хотим его изменить? Разве мы покупаем машину, которая нам очень нравится, и говорим, ой, ну надо ее перекрасить, надо поменять сидение, значок, руль? Конечно же нет. Конечно же нет. Мы с вами наслаждаемся этим. Что же тогда происходит, что в какой-то период нашей жизни, очень часто таких периодов бывает много или он вечный, мы все время недовольны своей жизнью. Как это с нами произошло? Почему наша жизнь такая, о которой мы недовольны? Почему мы часто говорим о том, что мы работаем на нелюбимой работе, что у нас не очень классные друзья, что мы не очень здорово выглядим, что нам не нравится наше тело, что партнер у нас не сильно. Ну почему? Ну почему? Ну почему мы этим недовольны? Как? Зачем? Мы же вроде сами выбирали этого партнера, мы вроде бы сами понимаем, как строится наше тело, с помощью чего мы делаем его больше или меньше, ведь это нам известно, это с нами не случается, мы сами понимаем это прекрасно, мы можем этим управлять. Почему мы тогда все время этим недовольны? Первый такой момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что большинство из нас спит, спит, находится в спящем неосознанном режиме, то есть не понимает совершенно связи и закономерности того, что ответственность за все, что с нами происходит, принадлежит нам. То есть мы этого не понимаем. Вот иногда, когда я общаюсь с девушками, вот например, такой вопрос, что делать? Менять партнера такое ощущение, что когда вы родились, вам дали какого-то мужика, вот, он родился вместе с вами, вы с ним вместе выросли, живете с ним в одной квартире, вы не можете никуда выйти, потому что вы родились в этой комнате, и с этим мужиком вы должны умереть. Вот иногда у меня складывается впечатление, что мы свою жизнь представляем именно так, что нам все выдали, что мы словно куклы, которых определили в определенный домик, в который они ходят на работу, вот у тебя зеленый домик, ты родился в зеленом домике, я сегодня в зеленой футболке, у тебя вот эта кроватка, вот это твой станок, на который ты ходишь, вот это твой мужик, кукла-мужик, с которым ты спишь, вот это твои подружки, вот это вот одна рыженькая, у которой челка отрезана, а вторая вот эта без зубов, которая вот, а третья, у которой пузо отломано, дырка высверлена, и вот это твой домик. Мы относимся к себе так, словно мы куклы в своем же кукольном домике, который мы вырезали из картонных коробок. Вот многие люди искренне, вот как вот Настя, да, задает вопросы, что делать, менять партнера, искреннее недоразумение, а что же делать-то? Первый, да, момент, первый момент, важно осознать, что до тех пор, пока вы не проснетесь, а проснетесь, это означает, что не поймете, что вы не кукла, которая живет в каком-то доме, а вы человек, который имеет возможность выбирать, выбирать, где вы можете и с кем вы можете находиться. Вот я хочу, чтобы вы сейчас не задавались дальше вопросами на тему того, как это сделать. Я хочу, чтобы вы сейчас просто отмечали, записывали себе, это важно, что сделать, вот пока без как, пока без как. Первое, это нужно вот этот момент осознать, что я могу на это влиять. Не знаю, как пока, да, мне страшно, мы сейчас будем с этим разбираться, но первое, я могу на это влиять. Почему? Потому что, если вы запишите это себе в блокнотике или в телефоне, то в тот момент, когда вам будет очень плохо, в тот момент, когда вы будете говорить, почему я живу с этим человеком, или почему моя мама указывает мне выходить мне замуж, разводиться, показывать ей, сколько я зарабатываю, или уходить на другую работу, вы открывали и читали, я могу на это влиять. Это важно. Потому что до тех пор, пока вы в это не верите, вы выглядите абсолютно даже не ребенком, потому что ребенок, знаете, чем отличается от позиции вот этой жертвенной взрослой? Очень просто. Ребенок знает, что он вырастет, он верит, он ждет, по крайней мере, пока он ребенок, что он вырастет и наконец-то сможет. А когда вы взрослый и находитесь в такой позиции спящего, то у вас нету как бы просвета, да, вы говорите, и что делать? И вы искренне, у вас нету в голове ответа, на что делать? Потому что ответ меня, для спящего человека, это как бы ни о чем. Он говорит, он как во сне, но я же сплю, я понимаю, что я сплю, я не могу менять, это же сон, я сплю. Вот это важное такое отождествление. Момент второй. То есть мы выяснили, да, что я могу на это влиять, я не знаю как, и это дает нам вот это пробуждение. Отличие всех людей от людей, которые начинают в жизни действовать, это отличие спящих и не спящих. То есть когда человек пробуждается, когда он спит, он уверен, что он не может ни на что влиять, он находится, он заложник определенной ситуации, да, то есть я ничего не могу с этим поделать. Ну вот так сложилась моя судьба, он ходит к гадалкам, чтобы знаете, как в книжке, что такое сходить к гадалке? У человека есть такое предположение, что значит написана о нем большая книга, четырехтомник какой-то, и вот гадалка может заглянуть во второй том или в четвертый том на страничку 185, помните, как гадания делаются, там страничка 85, четвертая строка сверху, и вот мы надеемся, что гадалка там, значит, что-то там прочитает про нас, но это правда. И все очень хотят, чтобы там прочитали что-то хорошее. Опасность в этом, знаете, какая? В том, что вам говорят какую-то ахинею и очень часто негативного рода, и мы негатив очень легко принимаем за правду, потому что страхи это то, что к нам прилепливается очень быстро, и это становится нашей жизненной программой. Мы начинаем думать в контексте жизни своей, вот об этом. Часто девочки говорят, ну вот вы знаете, я не могу выйти замуж, но когда-то моя мама ходила к гадалке, вот ей было 18 лет, и ей сказали, что она вырастет, у нее будет дочь, и вот ее дочь не выйдет никогда замуж. И вот она мне, мама, об этом сказала, и все время мама мне говорила, в 20 ты не вышла замуж, и не зря мне гадалка сказала, что ты никогда не выйдешь. И нам эту программу попросту убивают. То есть, это такая опасная штука, вот, поэтому, ну, не рекомендую вам на это вестись. Едем дальше, да, то есть, мы уже поняли с вами разницу между спящими и не спящими. Теперь второй момент. То есть, если мы говорим о не спящем, о спящем состоянии, то это вообще такое состояние, ну, до тех пор, это как машина, которая у вас стоит, но которая не заведена, да, которая не может ехать. Вот вы можете купить классную машину, такое вам сравнение, да, то есть, машина может быть очень крутая, но если у вас нету ключа, вы его не поворачиваете, зажигание, ключ зажигания, не нажимаете на педали, не ездите, то ровным счетом от этой машины, ну, как бы толк есть, в ней можно сидеть, можно фотографироваться, выкладывать в инстаграм, но ездить на ней нельзя. То же самое с вашей жизнью, то есть, если вы не берете ответственность за происходящее и не понимаете, что вы можете жизнью управлять, вы машина, которая вот живет. Вы живете, но вы ничего не можете поделать, да, вы можете ждать эвакуатора, можете ждать, что у вас кто-то врежется, или можете ждать, что у нее вырастут крылья, у вас может быть много разных ожиданий, но сути это не меняет. Теперь погнали дальше. Мы не меняем свою жизнь, чаще всего находимся в этой жизни, потому что когда мы с вами машина, ну, представьте себе, что вы машина, да, и вы становитесь однажды на какой-то улице, да, вы паркуетесь, вот вы, вы машина, вы припарковались, и вот это ваше место на машине, может быть, если у вас есть автомобиль, или если вы гуляете по улицам сегодня, вот я хочу, чтобы вы этот образ запомнили, вы припарковались в неких определенных ситуациях, например, вы припарковались ночью, да, вот вы припарковали свой шикарный Ягуар, ночью мы видим пустую улицу, мы видим закрытые магазины, мы видим где-то на этой улице ремонт дорог перекопана, вот, и сзади вас стоит еще какая-то машина, какой-то Жигуль, например, но если мы с вами придем, например, утром на эту улицу, то мы увидим, что вокруг нас будет совершенно другая жизнь, где-то будут весь шить бигборд, будет заставлено все машинами, будут пробки какие-то, где-то в доме будет происходить пожар, и там будет стоять пожарная машина, то есть будет происходить жизнь вокруг нас, понимаете? Будет ли это влиять на нас? Да, будет, будет, на нашу машину, которая вроде бы как стоит, это все равно будет влиять, машина не будет собой никаким образом управлять, она не будет ничего задавать, она будет просто стоять, а вокруг нее будет твориться какая-то жизнь, и эта жизнь, можно сказать, ну, эта жизнь творится вокруг меня, но она ко мне не имеет никакого отношения, со стороны кажется, что да, но предположим, в какой-то момент вы все-таки решите выехать, вы машина, вы решите выехать, и в тот момент, когда вы начнете выезжать, вы вдруг увидите, что, например, здесь раскопана дорога, и вы не можете больше выехать, вас окопали с одной стороны, а с другой стороны, пока вы так долго стояли, поставили большой рекламный щит, и раньше вы могли выехать, а сейчас нет. Как это выглядит в реальной жизни, если вы человек? Вы изначально родились, и у вас, вы вот, вокруг вас полно раздолье, будь кем хочешь, делай, что хочешь, но в какой-то момент времени вокруг вас появился, там, появился какой-то партнер, да, не вокруг вас, а рядом с вами появился партнер, и вот этот партнер однажды говорит, будешь со мной жить, и вы так подумали, говорите, да, я буду с тобой жить, вы мечтаете о том, что вы станете, не знаю, пойдете работать, на классную какую-то работу, построите карьеру, станете каким-то знаменитым дизайнером, но ваш партнер говорит, слушай, я хочу, чтобы ты мне ребенка родила, например, и вы так думаете, ну, блин, классно, когда еще, на работу-то я успею, я мечтаю об этом, но вы рожаете ребенка, и вам становится не до работы, особенно, если у вашего партнера он не супер богатый, щедрый мужчина, он обычный мужчина, он вас как бы любит, как все, вот, у вас нет денег для того, чтобы ребенку нанять няню, и вы считаете, что это не нужно, и вот вы начинаете, у вас была мечта, вы хотели работать, реализовываться, но сейчас ваши планы немножко скорректировались и поменялись, и можно сказать, что это нормально и естественно, но ваша мечта отложена, следующая ваша мечта, вы всегда хотели жить в большом красивом доме, или в какой-то классной квартире, или в каком-то квартале, вы хотели, мечтали, что вы будете ходить с ним на какие-то концерты, или ездить путешествовать, у вас будет классная машина, но так получилось, что тот партнер, который к вам подъехал в то время, пока вы, значит, там начинали свою жизнь, у этого партнера нету таких возможностей, да, и получается, что вы не можете иметь ни ту машину, ни что-то там еще, потом вы мечтали о том, что вы обязательно будете проводить время с подругами, но ваш партнер и против, чтобы вы проводили время с подругами, да и подруг вы за это время растеряли, и вот таким образом начинается смещение такого нынче очень популярного понятия, как личных границ, личные границы стираются очень по-разному, например, когда ваша мама начинает приходить и рассказывать вам о том, что у вас неправильно стоит посуда, ваша свекровь, которая начинает говорить о том, что вы неправильно себя ведете, когда вы вместо того, чтобы смотреть тот фильм, который хотите вы, начинаете в кинотеатре ходить на те фильмы, которые нравятся вашему партнеру, когда однажды ваш муж решил приготовить вам завтрак, а вы, дабы его не обидеть, сказали, что это очень вкусный завтрак, и теперь он вроде готовит его постоянно, но вы терпеть не можете есть эту стриплю, но вы стесняетесь об этом сказать. Когда в магазине вы любите один вид одежды, например, а вашему мужчине или вашей маме, или вашим друзьям нравится другой, или у вас дресс-код такой на работе, и вас заставляют носить ту одежду, ну, по сути, заставляют, вы разрешили, да, чтобы, мы сейчас об этом поговорим, в общем, вы одеваетесь не так, как вам нравится. Когда ваш мужчина, например, говорит, ну, почему я говорю мужчина, потому что мужчина на женщину имеет наибольшее влияние, ведь для нас же ценность так важна быть любимой, и поэтому мы стираем любые границы, дабы доказать, что мы любимы, подстроиться под своего партнера, ведь любовь, это же что? Любовь, это компромиссы, любовь, это когда нету я, и нету ты, есть мы, любовь, это жертвы во имя любви, это же так красиво, об этом же написано в книгах, как многое, и как приятно жертвовать во имя любви, и вот мы в какой-то момент понимаем, что в сексе мы делаем все, чтобы удовлетворить его, и может быть, секс вообще, в принципе, нам нужен для того, чтобы удовлетворить своего партнера, и он был доволен и счастлив, и не грузил, не бумзил, не смотрел на других, секс вообще является для нас инструментом очень серьезных вот таких выстраиваний границ, да, значит, там, я ему секс, он мне там еще что-то, я ему, я тут пожертвую, а он там должен пожертвовать, и вот, друзья, в какой-то момент, когда эти границы начинают стираться, мы начинаем вдруг чувствовать себя несчастными, что-то в нашей жизни начинает быть не так, и если мы спим, то среди других спящих мы, в принципе, выглядим нормально, до тех пор, пока мы спим, нас это сильно не касается, потому что мы находимся в сонном царстве, и там все такие, там все живут этим же, у всех очень похожие ситуации, все люди считают нормальным, что они проживают такую, ну, жизнь, так у всех, там говорят, там все равняются на всех, спящие это те, кто равняются на других таких же, вот если вы слышите, ну, такая, у нее так же, это спящий человек, как узнать спящего, спящий всегда равняется на других, он себя меряет по другим, он смотрит и говорит, не, ну, так у всех так, ну, всем так нормально, ну, все так живут, ну, отчеты, ну, посмотри на нее, а на него, мать моя так жила, вот это царство спящих людей. Могу вам сказать, что, наверное, счастлив спящий человек, живущий в спящем царстве, и несчастье начинается ваше тогда, когда вы начинаете просыпаться и пробуждаться. Как это происходит? Это происходит однажды, когда вы начинаете понимать, что что-то мать вашу происходит не так, вы начинаете буквально, вас вот это начинает мучить, вы начинаете замечать, что вам не очень-то нравится уже эта стряпня, и вы начинаете об этом говорить, вы понимаете, что как-то больше вы не хотите покупать то, что, в чем вы нравитесь другим людям, будь это ваш муж, ваш начальник, ваша мать, вам вообще на сроке, вы больше не хотите. Когда вы понимаете, что у вас начинают пробуждаться ваши собственные желания, через злость очень часто, через агрессию, поговорим об этом, почему, через сопротивление, через жалость к себе, через разные, вот это как ситечка, знаете, начинается течь, вы начинаете протекать, вот вы понимаете, вас начинают бесить те люди, те ситуации, в которых вы оказываетесь, те, та обстановка, в которой вы находитесь, вот вы жили, вам было вроде бы нормально, и тут вот вы все начинаете видеть, все начинаете это видеть, и у вас начинает появляться такое состояние, как будто бы эта жизнь, что-то не про вас, причем на первоначальных этапах часто бывает, что вся жизнь не про вас, вот когда кажется, что вообще это все какое-то недоразумение, дальше, когда вы уже чуть-чуть проснулись, это начинает идти по зонам, идти по зонам, это может быть зона с вашим партнером, это может быть зона с вашей работой, это может быть зона с вашими личными какими-то моментами, где начинают появляться вопросы, кто я, для чего я живу, это могут быть моменты, когда вы устаете от своего материнства, потому что вы стали настолько мамочкой, что материнство закрыло вас, закрыло вас, вы поняли, что вас вообще нету, вы просто мать-наседка, которая постоянно чего-то куда-то делает, и вот это как раз такие звоночки, что мы должны с вами понимать в такие моменты, момент первый, это то, что, например, касаемо личных границ, часто люди мне задают такой вопрос, почему они все против меня, почему на меня, сейчас мой муж против меня, почему моя мама так себя ведет со мной, почему мой шеф позволяет себе, вот такая жертвенная позиция, хочу, чтобы вы понимали, что, во-первых, не всегда все вот эти моменты мы можем увидеть, то есть мы очень часто в своем поведении не видим каких-то огрехов, ну то есть нам кажется, я такой хороший, я такой молодец, почему они так со мной, почему они видят это во мне, на личную, скажем так, давайте вот такой вам пример, представьте себе, что перед вами стоит огромный мужик, такой татуха злой, большой, и рядом стоит такой себе молодой паренечек, похож на ребенка, скажите, пожалуйста, на кого из них вы, больше шансов, что вы выместите свою злость, вот вы идете злой, и вам очень нужно кого-то достать, вот, вот знаете, вот что называется, вот прицепиться к кому-то, каковы шансы, что вы прицепитесь к большому злому мужику, такому злобному на вид, страшному на вид, или к мелюзге, каковы шансы больше, безусловно, что к большому мы не полезем, почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что большой может дать нам отпор, мы не полезем к тому, кто нам страшен, кто, от кого мы можем получить, точно так же, как мы не полезем с вами к большой собаке, или к питбуллю гуляющему, даже если он накакал на ботиночке вашего ребенка, вы не полезете нападать на эту собаку, потому что вы прекрасно понимаете, что это опасно, но если мы увидим какого-то маленького, какого-то гаденыша, крысеныша, мы обязательно на него нападем, причем не всегда с причиной, потому что, безусловно, потому что мы с вами всегда выбираем более слабого, поэтому первое, что вы должны осознать, что когда нарушаются любые ваши личные границы, когда ваш мужчина позволяет вам сказать, как вам одеваться, или работать вам, или не работать, или что вы там, херовая мать, или ты херовая любовница, он это делает по одной простой причине, или ваша мама, потому что знают, что не получат отпор, потому что если вы один раз дадите отпор и установите эту границу, и скажете, в смысле, что ты имел в виду сейчас, или вы скажете, я не хочу, я не буду, или вы скажете, вы скажете правду, да, эта правда может повлечь за собой недовольство, но эта правда не позволит больше вам чувствовать себя фигово и сдвигать вашу границу. Наша глобальная ошибка в том, что ничего не зная об этих границах, ничего не зная о том, чего я хочу, что я чувствую, не постоянно нас учили промолчать, сгладить конфликт, зачем нам лишний конфликт, я лучше промолчу, я лучше сглажу, ничего страшного, не буду его гнев делать, ну ничего страшного, он же ни о чем таком не просит, мы это все в себе накапливаем и свою границу полностью отодвигаем. Помните, это получается такой набор враньяк, я очень люблю фильм, наверное, как и вы, многие, Москва слезам не верит, если вы помните, то в начале, когда девчонки искали себе женихов, они обманывали и говорили о том, что они живут там не в общежитии, о том, что они живут в большом доме, они там дочки какого-то профессора, вот, и в результате они там приводили в гости, значит, к себе, делали там светские вечеринки, при этом не обладая там ни манерами, ни возможностями. И затем, когда одна героиня забеременела, да, Меньшова, так как она не Меньшова, она с другой фамилией, в общем, простите, я уже Алена, 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 когда она забеременела и вскрылась, что она на самом деле не дочка профессора Тихомирова, вот, она обычная, там, девушка, студентка, которая приехала покорять Москву, живущая в общежитии, это сразу же приводит к скандалам, хотя по сути, ну что поменялось, это та же женщина, она такая же прекрасная, но вот это вранье, оно, ну, потому что выдавало себя за другого, а ценность у партнера, видимо, была еще и в ее статусе, и эти вещи очень сильно нарушаются. Вот запомните, что любая ложь, когда мы говорим своему партнеру, мне нравится, там, где мне не нравится. Когда мы, вместо того, чтобы сказать своей маме, мам, не лезь, пожалуйста, сюда, я взрослая, я с этим разберусь, мне не нужно сейчас твое мнение, мне нужна твоя поддержка, но мне не нужен твой анализ. Как от мамы мне нужна всегда только одно, твоя поддержка, не более, не более. И когда мы этого всего не делаем, мы в какой-то момент понимаем, что у нас не то, что нарушены границы, у нас нахрен все заборы построены кое-как, и чувствуем себя из-за этого абсолютно несчастными. когда однажды на работе вас просят сделать больше работу, а вы не говорите о том, что да, я с удовольствием ее сделаю, но я хочу, чтобы эти часы мне были оплачены. Когда вы понимаете, что вы переходите на новую должность, и при этом не оговариваете то, сколько будет стоить работа, и затем вы получаете такую же зарплату, и начинаете плакаться, что вас не ценят, вы себя, прежде всего, не цените. Если вы позволяете, чтобы люди вели себя с вами как-то, платили вам меньше, относились к вам хуже, люди всегда будут это делать. Они всегда инстинктивно это чувствуют так же, как вы, глядя на злую собаку или на большого чувака, чувствуете, что не надо подходить и срывать на них злость. Понимаете? Это все чувствуется. И часто, когда мы говорим и жалуемся на свою жизнь, что мой партнер меня не ценит, или он от меня гуляет, или он мне что-то не разрешает или не покупает, он делает это по одной простой причине, что он знает, что вы все равно это стерпите. Вы все равно, ваш босс прекрасно знает, что вы не уволитесь, а он сэкономит денег или заработает больше. Он знает, что с вами так можно. Ваша мама знает, что так можно у вас подпитаться вашей энергией, потому что она надавит вам на то, что вы хорошая дочь, а вы хорошая дочь, но глупая, но глупая, потому что вы позволяете это с тобой делать. С нами всегда делают только то, что мы позволяем. И удивительным образом, что и жизнь-то свою мы не можем изменить, потому что она нам не нравится, но мы в этом не нравятся, мы можем находиться огромное количество времени. Огромное количество времени. Люди годами жалуются на то, что им не нравится их партнер, их жизнь, их тело, и ничего с этим не делают. Заметьте, если говорить, например, об отношениях, где есть второй человек, о работе, где есть руководство, о детях, где есть дети и есть какие-то с ними отношения, здесь хотя бы завязана вторая сторона. Что говорить о нашем теле, к примеру? Если мы с ним не можем наладить никакого контакта. Если мы на него все время жалуемся, мы часто говорим, я толстая, так, словно тело, это некая одежда, которая к нам прилипает, на которую мы не влияем, как будто бы она летит за нами и далипает на нас, на наш скелет. Мы недовольны, мы говорим, я ужасно выгляжу, это отвратительно, это вот, вот, вот. Но мы же сами это делаем, мы позволяем жиру и лишнему весу, к примеру, и болезням нас облепливать. Мы не готовы работать даже с этим, даже с этим. Это наша спящая зона, нежелание просыпаться и пробуждаться. А для того, чтобы мы что-то могли изменить, мы должны с вами осознать, где у нас есть проблема, где наше узкое место и что нам нужно сделать. Ведь, в принципе, если говорить, например, о любой жертве насилия, которая говорит о том, что там, мой муж надо мной издевается, ей всегда что говорят, оставляй мужа сейчас, ну, множество есть вариантов того, да, как это сделать. Многие женщины сами в состоянии уйти, если там это какой-то супер бедный класс, есть специальные места, куда могут уходить женщины, но женщины этого не делают. Знаете, почему? Почему мы не меняем свою жизнь? Потому что у нас есть потребность в тех страданиях, которые мы получаем. Потому что, по сути, нежелание менять свою жизнь, вот эта история про то, когда мы позволяем людям не только смещать наши личные границы, но и полностью их ломать, это история про мазохизм. Это история про мазохизм, которым мы, видимо, с вами страдаем. Потому что мазохизм – это то, когда мы получаем удовольствие от того, что причиняем себе боль. И если бы в нас этого не было, вот не было бы в нас программы этого мазохизма, в вас не было, то вы бы не мучились так долго и не страдали. Понимаете? Это такой удивительный момент. А мазохизм – это та история, мне кажется, которая заложена в нас поколениями. Так жили наши родители, да. То есть у нас страдать – это даже, ну, наверное, даже чуть ли не с Библии. Там Иисус Христос страдал и через страдания. Мне кажется, что у нас это зашито очень глубоко. Для нас страдания – это прям какой-то, ну, не знаю, внутренний культ, что ли. То есть страдают святые люди, какие-то прекрасные люди. Вот страдания – это прекрасно. Я думаю, что это настолько в нас заложилось, что даже истории. Вот женщинам очень нравится рассказывать о том, как вот их там унижали, там, как они там тра-та-та. И мне иногда кажется, что некоторые люди испытывают прямо от этого удовольствие. Потому что вот эта мазохистическая какая-то штука, я думаю, совершенно зашитая в нас где-то глубоко, точно неосознанная. Не верю в то, что мазохизм в контексте жизни может быть осознанным. В контексте секса может, наверное. В контексте, я не знаю, чего он еще применяется. Я, видите, таких глубоких познаний не имею. Но, тем не менее, мазохизм в контексте вот этого страдания жизненного. Я даже вот замечаю, что, когда я разговаривала, помню, раньше, там, с мамой, со своей, там, еще с кем-то, я объясняю, что, ну, слушайте, ребят, нам на пользу вообще не идут вот эти разговоры о страданиях, вообще, зачем вы это терпите, если вы уже понимаете проблему. Забавно то, что большинство людей даже не понимают уровня своей проблемы, что эта проблема существует. То есть многие люди так живут и считают, что это просто нормально в каких-то конкретных ситуациях. Там, бьет, любит или нету денег, это, типа, нормально. Но я замечаю, что страдания, да, мазохизм – это то, что объединяет людей. Потому что как приятно, когда собираются подруги, и каждый рассказывает о том, как у нее что-то плохо, да. Даже есть такой некий, ну, соревновательный момент, что ли, у кого хуже. Вот, да, что там у тебя, я тебе сейчас свое расскажу. И вот эти вот истории, значит, все подкрепились этими страданиями, и уже как-то от этого и страдания стало слажа, да, вот, там, напитались чем-то, и потом нужно какое-то новое страдание. Потому что про счастье-то говорить, помните, как счастье любит тишину, что про него говорить? Про счастье нужно молчать, а то вдруг сглазят. Вот, а про страдание самое оно. И как будто бы все, у тебя нету страдания, это словно ты не пьешь за столом. Вот когда мужчина, например, если мужчина не пьет за столом, то что ему делать вообще? С ним никто дружить не хочет, ну, потому что, ну, что с тобой делать с трезвым? Вот и тут, если ты не приходишь и не жалуешься, и не рассказываешь про какие-то свои страдания, то, в принципе, говорить с тобой не о чем. Ну, не о чем говорить нормальным людям, да, ну, нормальным людям, нормальным обществе. Приходишь в обычную компанию, если у тебя там не твои подружки, не бизнес-вумен, не успешные какие-то топ-менеджеры. Почему вот сейчас так популярен культ бизнес-сообществ? Да потому что людям тупо стало не с кем общаться. Потому что, если ты занимаешься бизнесом, если ты занимаешься развитием, почему в рерайтере, в клуб люди идут? Потому что не с кем общаться. Потому что, если ты приходишь и говоришь, ребят, ну, вы все время жалуетесь, у вас уровень вибрации не тот, тебе говорят, ты что, типа, придурок какой-то, иди там, тебя там, типа, высмеивают, типа, выпихивают, ты что, вообще, дебил там, иди там. Ну, вообще, фу, так и все, кто попал, да, все, кто попал, вообще ненормальный какой-то. Про бизнес, естественно, тоже, про какой бизнес-то говорить, если у нас тут зарплаты не платят, да, тут проблемы, короче говоря, меня тут с производства уволили, шеф идет, а ты тут про бизнес. Поэтому, конечно, бизнес-сообщества тоже сейчас становятся очень популярными, потому что ты можешь пройти и поговорить с людьми про бизнес, про деньги, про развитие, а не про вот эти вот вечные какие-то сопли, проблемы, и если у тебя все хорошо, то обязательно одолжи денег, да, или что-нибудь еще такое. Вот, поэтому, как бы, абсолютно такой нормальный момент, да, я в секте. Ну, секта это, у нас с вами секта почему-то связана, да, тоже, наверное, с телека, вот эти вот истории про какие-то церкви. На самом деле, секта переводится как группа людей, объединенная одним интересом. Вот, поэтому секта это, а у нас сектанты, это, значит, вот те, которые деньги там забирают, да, и детей куда-то уводят и там насилуют. Вот, нет, это группа людей, объединенная одним интересом, и это правильно и классно объединяться. Посему вы должны понимать, что, первое, если в вашей жизни что-то происходит не так, и вот эти вот начинают, так что мне теперь мужа менять, вам ничего не надо менять, вам нужно меняться самой и затем дать возможность поменяться всему вокруг. Будут меняться либо люди, либо ситуации, либо отношения этих людей к вам. Вы знаете, я когда-нибудь, я сегодня писала об этом в посте, что когда-нибудь, наверное, я отважусь написать книгу про этот год своей жизни. Невероятный год. Я даже сегодня думала о том, что, я даже не знаю, я вот жду, чтобы он закончился, или наоборот, не хочу, чтобы он заканчивался, потому что настолько трансформационного года у меня не было никогда в жизни. Никогда. И то, что происходит в этом году в таком количестве, с такой скоростью, я даже не знаю, как это описать. Я даже попкорн не успеваю забрасывать. Знаете, я, кто рерайтовец, знает про кинотеатр, я наблюдаю, конечно, но у меня даже с попкорном плохо, я так только думала, господи. Такое ощущение, что я пульт взяла, и очень на бешеной скорости это мотаю. Вот. И к чему я вам это все говорю? Говорю я вам к тому, что если бы мне дали многие ситуации, которые со мной произошли, и сказали бы, пропиши результаты, к чему это привело, я бы не угадала ни одну. А знаете, это о чем говорит? А это говорит о том, что возможно вообще все. Возможно вообще все, потому что то, что те результаты, которые я сейчас получаю, я эти результаты не могла предвидеть от слова совсем. Совсем не могла. А они происходят. И это говорит о том, что мы не можем с вами, не можем на все влиять. Но почему эти результаты происходят? Я взяла главный курс и решила, что больше я буду не под обстоятельства подстраиваться, а я буду подстраиваться под внутренний курс своих ощущений. Я буду делать то, что я чувствую. Чувствую. Это мой единственный компас, потому что все, логика не работает совсем. Логика нет. Логически просто мой мозг бы взорвался. Поэтому я иду от ощущений. И это, знаете, такое ощущение, будто бы я в каком-то нахожусь океане огромном, я не вижу ни одного берега, и я просто нахожусь на маленькой-маленькой лодочке и плыву, я не вижу нигде, никуда плыть. Я просто плыву, и по дороге я вижу только какие-то круги с едой и понимаю, что я плыву правильно. Но плыву абсолютно интуитивно, потому что стрелочек никаких нет, бортиков никаких нет, и фонариком никто не светит. Я просто плыву вот по ощущениям, подключаясь просто к энергии и просто прошу Вселенную мне помочь, и все. Потому что других ориентиров у меня нет. Потому что логика, нет логики. Во многих ситуациях даже моя логика отказывается. И я понимаю, что самое крутое решение, которое я приняла и в этом году, и в своей жизни сейчас, это слушать себя. Вот я знаю, как это звучит банально, типа что? Но когда вы дойдете, дорастете до этого момента осознания, когда это с вами произойдет, вы вспомните, о чем я говорила. И вы скажете, я понимаю, о чем она говорила, слушать себя. Когда ты головой не понимаешь, что делать, когда не укладывается это, ты не способен это принять, решить. Его кажется так много, ты такой маленький, а его всего так много с тобой происходит. Идите через ощущения. Вы должны находиться там, где вам хорошо, с тем, с кем вам хорошо, и ощущать себя при этом хорошо. Все, что для вас нехорошо, уходите. От людей, где нехорошо, с места, с работы, от всего уходите, где вам плохо. Вот представьте, что вы кораблик, и вот вокруг вас сумасшедший шторм. Вам нужно выплыть. И вы понимаете, глядя на шторм, что выплыть невозможно, не понимаете, как здесь выжить. Вы просто закрываете глаза, и просто интуитивно, ручками, спокойно в своей лодочке шкряпаете. Вы понимаете, что вас может перевернуть. Вы понимаете, что вы во власти сейчас. Но вы просто закрываете глаза, и идете по своей интуиции. Это единственное, что помогло мне пройти мой шторм. Наверное, я его еще прохожу. Я даже не знаю, на каком уровне я сейчас нахожусь. Я решила, знаете, не пытаться найти какое-то что-то высокое, чтобы посмотреть. Я просто поняла, что я должна находиться в потоке. Вот просто в потоке. Просто позволить себе выплыть и идти отсюда. Потому что если волне нужно меня завалить, она точно гораздо сильнее меня. Она меня точно завалит. Нет смысла с ней сопротивляться никакого. Нет смысла идти туда, где мне больно. Я не хочу. Поэтому услышьте это. Может быть, это вам не сегодня зайдет. Может быть, вам это когда-нибудь зайдет. Но запомните, что в ситуациях, в которых вы не знаете, что вам делать, нужно слушать себя. Я вам могу сказать, что когда-то я очень хорошо помню такую ситуацию, когда моя мама уходила от моего папы. Я была маленькая. Я прям помню, как она меня взяла за руку, и как мы шли с ней по улице. Я так много лет думала, господи, какая мама смелая. Вообще, это же так страшно. С маленьким ребенком. Там оставить ему квартиру. Там, ну, знаете, все. Сейчас я понимаю, что какие правильные решения порой делаем мы, делают наши близкие люди и делают их абсолютно спокойно. Запомните, правильное решение – это то решение, которое вы делаете спокойно. Если вы сильно на эмоциях, если вы взвинчены, дайте себе возможность отпустить эти эмоции. Потому что эмоции не наши лучшие, друзья. А вот когда эмоции улягутся, вот тогда себе честно задайте этот вопрос и ничего дальше не бойтесь. Не бойтесь дальше ничего. Просто действуйте и знайте, что вы придете, что внутренние вас поведут по таким дорогам, по таким тропам ваш внутренний навигатор вселенский, который вы бы мозгом не нашли. Мы мозгом всегда ищем безопасную тропу, там, логически думаем, ну, может быть, еще что-то. И за счет этого мы очень долго находимся в дерьме. И вот когда мы начинаем включаться в этот внутренний компас, знаете, помните, такие книжки были, да и сейчас есть, но просто в моем детстве это было удивительно, когда, помните, они так открывались, и там такая 3D-картинка получалась. Вот в жизни точно так же происходит. Мы иногда идем, когда интуитивно куда-то, и нам так страшно, ведь мы же не знаем, куда мы идем. Мы понимаем, что, может быть, не надо было так делать, но мы идем. И вот поверьте, в этот момент, когда вы идете по зову внутреннему своему и чувствуете, да, что это правильно, в какой-то момент у вас так вот берет, и перед вами открывается эта книжка, и вы видите удивительный мир, и вы видите такие фантастические преображения. Очень часто в моей жизни, например, преобразились люди. Я думала, что люди исчезнут, а они начали преображаться. И это самое удивительное для меня вообще, что может произойти, потому что, когда я уже приняла, что люди, ну, не сильно меняются, да, я не жду от людей того, что они будут меняться. Я понимаю, что я могу поменяться, но ждать других, что они изменятся. Это такая дурацкая затея. Знаете, ждешь, потом твои ожидания неоправданы, зачем этим заниматься. И вот, когда ты не ждешь, а они начинают меняться, и они начинают делать то, что ты вообще не ожидал, это, конечно, фантастические штуки, фантастические. Сколько бы вам ни было лет сейчас, что бы сейчас не происходило у вас, как бы вы себя сейчас не чувствовали. Просто помните о том, что когда вы настроитесь на себя, когда у вас произойдется настройка своего внешнего и внутреннего, когда вы перестанете быть тем, кем вас хотят видеть, другие, врать себе, говорить другим людям то, что они хотят от вас услышать, бояться их обидеть. Бойтесь обидеть себя. Мы так себя много лет обижали, мы так себя много лет не слышали, мы так стыдились себя слышать. Если бы мне кто-нибудь сказал, что рерайтер жизни даст мне такие открытия, они даже не умещались в моей голове. Но эта работа над собой дает колоссальные какие-то вещи. мне все время интересно, что же будет дальше. Если уже сейчас так, что же будет дальше. Очень нравится фраза, с которой началось мое личное преображение внутреннее и глубину которой я постигаю каждый день. Ее повторяют так часто сейчас, но надо это понимать. Фокус на себе. Всегда держите фокус на себе. Всегда спрашивайте себя, что я чувствую, что я хочу. Больше ничего не замалчивайте. Не надо замалчивать то, что впоследствии будет вашим топором, вашим кинжалом. Если вас обижают и вы видите, что это делают намеренно, скажите, спросите, зачем ты это делаешь? Ты чего хочешь чем-то добиться? Если вы чего-то не хотите, говорите об этом. Я не хочу. Я не буду. Прости. Не замалчивайте. Не решайте конфликты с помощью себя. Нет ничего и никого важнее, чем вы. Не ваша семья, не ваша работа, не ваш суперпроект, на котором вы заработаете миллиард. Вы главная ценность у себя. Начинайте всегда с того, кто я есть. Потому что, когда вы у себя главный, тогда вы не будете делать то, что превратит вас в жертву. А когда, например, главная у вас работа, вы можете позволить, чтобы вас унизили. Потому что ваша работа главная, вы унизитесь, но зато останетесь на работе. Когда у вас семья главная, ваш муж скажет, что вы, не знаю, дура, а вы промолчите, чтобы, ну, это же он разозлился, у него же причины есть, он там еще что-то. Ну ничего, я промолчу, зачем конфликт делать? Это никуда не исчезает, это накапливается в нас. Оно не исчезает. Ни одна дура, так вы передаете своим мужьям, и вы мужья слушаете. Ни одна ваша дура, которую вы сказали, в гневе, пьяная, трезвая, потому что у вас проблемы на работе. Ни одна ваша не люблю тебя, ни одна ваша проститутка. Ничего это никогда женщина не забывает. Сильно хочет, сильно пытается, но не может. Не получается. И все это рано или поздно играет против мужчины, но это полбеды. Самое отвратительное, что это все девочки играют против нас самих. Поэтому не позволяйте любым людям в свой адрес делать то, что для вас неприемлемо, не потому что вы хотите поставить на место их, а потому что вы хотите сохранить себя. фокус на себе. Фокус на себе это когда я выбираю себя и не иду на нелюбимую работу, потому что я заставляю себя делать то, что я не люблю. Фокус на себе это когда я говорю, дорогой, я тебя очень люблю, но одеваться я буду так, как нравится мне. Фокус на себе это когда я говорю, да, семейный отдых это прекрасно, но сейчас я хочу отдохнуть одна. Да, я понимаю, что тебе это не нравится, давай об этом поговорим, потому что для меня это важно, если ты этого не принимаешь, значит, нам нужно что-то решать. Очень часто мужчины ведут себя с нами так, потому что прекрасно знают, что мы позволим, и мы прогнемся. А когда мы перестаем прогибаться, оказывается, что и мужчины наши умеют вести себя так, как мы от них не ждем. Значит, мы тоже в какой-то мере степени портим своих мужиков, делаем их хуже, чем они могли бы быть. На работе я очень много унижала своих сотрудников. Я только сейчас осознаю, что у меня прям была какая-то какие-то периоды потребности их унизить прям, прям как-то мерзко им сделать, прям как-то ткнуть, потому что я чувствовала, что я сильнее их, я чувствовала, что они нуждаются в моих деньгах, что они никуда не денутся в какой-то ситуации. Только поэтому я это делала, потому что если бы я знала, я никогда так не делала с теми, кто знала, что может уволиться и развернуться, потому что это было опасно. Мы ведем себя с людьми так, как они нам позволяют, и люди так же ведут себя с нами. Мой муж ушел после моего отдыха с ребенком и подругой. Ну, я думаю, что это была для него прекрасная возможность, скорее всего, которую он удачно воспользовался. Ситуации бывают абсолютно разные. Мы же понимаем, что есть что-то, что лежит на поверхности, есть что-то, что прячется в корнях. Где грань между фокусом на себе и эгоцентричностью? А зачем вам вот сейчас нужна эгоцентричность? Фокус на себе – это тогда, когда хорошо мне и другим хорошо, потому что мне хорошо. Знаете, как? Счастливая мама, счастливая семья, я так всегда говорю. Если мама несчастлива, то никому хорошо не будет. Потому что посмела сделать так, как захотела. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что тут все гораздо и рассложнее. Как правило, это хорошо, что он ушел, потому что очень часто мужчины играют со своей жертвой и заставляют, ну, как бы, они еще и в жертве нуждаются. То есть мужчина не может с вами расстаться по той причине, что он вас тоже нуждается, если он над вами издевается, он нуждается в человеке, над которым он будет издеваться. Он очень боится, что если вы уйдете, то, блин, у него теперь не будет жертвы, для него это тоже проблема. Поэтому в вашем случае там что-то другое, иначе он вас так просто не отпустил. Вот. Но мы сейчас не будем это разбирать. Так вот, давайте подытожим. Как понять, что пора менять свою жизнь просто? Если вам галима, плохо, понимаете, что пора. Как понять, готовы ли вы ее менять? Когда вы будете готовы, вы уже не будете ждать. Вы уже начнете это делать. Вы уже поймете, что все. Что все. Просто вы можете это понять осознанно и неосознанно. Осознанно – это тогда, когда я хозяин положения, я просто принимаю это решение, решаю, что по-другому больше не будет. Точнее, так больше не будет. Неосознанно – это тогда, когда я приехала, а он ушел, и что-то странное. Это опять история про сон. Пока не разберетесь в истинных причинах, будете все время искать, что в чем-то кто-то где-то виноват. Вообще никто ни в чем не виноват, просто ключевая задача – слушать себя. Помните, как у Алисы Селезневой в гости из будущего? Мелофон. Вот купите себе мелофон и слушайте свои мысли. Собственно, и все. Оля, что если выгоняешь, а он не уходит, он сначала агрессор, потом жертва, и мне его жалко, ну, вы находитесь в классическом треугольнике Карпмана, вот, в котором он агрессор. Во-первых, нужно понять, что вы играете, и вам двоим это нравится. Он на вас нападает, вот, а потом он у вас просит прощения. Вы в какой-то момент нуждаетесь в том, чтобы вас нападали, вам нравится быть жертвой, потом вам нравится его прощать. Это ваша игра, вы должны осознать, вы хотите играть или вы хотите нормальных отношений. Если вы хотите нормальных отношений, вы принимаете один раз решение, о котором ему сообщаете, что прости, дорогой, мы с тобой расстаемся, и на этом точка. Я хочу жить нормальной, счастливой жизнью. Если вы сильно заиграны, то, скорее всего, у вас реально что-то получится. Если не заиграны, вам нужна терапия, работа с психологом или с психотерапевтом лучше, одному и второму, и только после этого вы сможете по-здоровому что-то говорить. Люди, которые играют в игры, это больные люди. Жертва – это больной человек, и агрессор – это больной человек. Это необходимо лечить. И лечить уже с психологом, потому что иначе вы будете все время в этом находиться. Повторяю, что жертва – это человек, который нуждается в том, чтобы на него нападали. То есть он не просто жертва, он еще сам это притягивает, ему еще это самому нравится. Поэтому нужно разобраться с причинами, откуда это взялось, когда это появилось, почему вам это нравится, раскопать эту колбасню и переделать эту программу. И то же самое сделать партнеру. Если партнер готов идти в терапию, вы готовы идти в терапию – супер! Иначе это будет очень длительный и долгий процесс, который в результате все равно к счастью вас не приведет. Но большинство людей всю жизнь играет в эти игры, и я называю их спящими людьми. Вот, собственно, и все. Друзья, на этой прекрасной ноте буду заканчивать эфир. Спасибо всем большое. Напоминаю, что завтра у меня стартует марафон тела, где мы будем разбираться как раз с историей того, каким образом мы с помощью своих мыслей, своего сознания влияем на свое тело, почему наше тело болеет, почему наше тело выглядит не так, как нам нравится. И самое главное, я буду давать практики, техники, упражнения и медитации, которые помогут вам создать гармонию со своим телом и получить не в контексте диет свое тело, один раз худым, а потом снова толстым, а перепрошить свой мозг на эту тему. У меня сейчас, сегодня запустились продажи пробной версии марафона тела, стоимость 5 долларов. В сторис у меня есть ссылочки. Ну и, конечно, 1-го числа, 1-го октября запуск нового потока марафона «Рерайтер жизни», где мы с вами будем работать и изучать, каким образом наше сознание и подсознание влияют на нашу реальность, и где мы с вами будем писать книгу в своей жизни и учиться программировать свою новую реальность для того, чтобы все, что мы описали в новой книге, в жизни из чистого листа, мы с вами могли получить. У меня к вам большая просьба, если вам понравился эфир, я его сейчас опубликую, оставьте, пожалуйста, комментарии. Буду к вам за это очень-очень-очень признательна. Все, всем спасибо и до встречи.